Как женщине сохранить молодость и привлекательность? Есть несколько простых упражнений, позволяющих стимулировать энергетические точки и кровоток в тканях. Во-первых, похлопывать себя по локтевой впадине. Это очень полезно для сердца, так как здесь проходит меридиан перикарда. Второе упражнение. Похлопывать себя по подмышечной впадине. Это место концентрации токсинов. Это упражнение тоже надо делать чаще. Третье. Прохлопывать впадину под коленом и само колено. Для каждой точки необходимо сделать 36 ударов. Всего у нас получается 8 точек похлопывания. Если это делать каждый день, вы получите несомненную пользу, ведь именно в этих местах скапливается вредоносная ци. Похлопывающие движения стимулируют кровоток. Кроме того, так восстанавливается проходимость меридианов. Восстановив проходимость меридианов, мы улучшим работу женской репродуктивной системы. Крайне важно сохранять проходимость меридиана печени. Успокаивать печень для женщины важно практически каждый день. Человек с проходимыми меридианами похож на город без пробок, в котором движение осуществляется беспрепятственно. Женщина должна бережно относиться к своей уникальной природе. Бережная забота о репродуктивных органах поможет избежать множества заболеваний. Первое, что мы должны сделать, перестать сердиться. Если вы сердитесь, сердце бьется чаще, кровь бежит быстрее. Но это нездоровое ускорение кровотока. Оно похоже на наводнение, которое смывает дома и поля. Когда вы сердитесь, речь становится несвязной, мысли путаются, а в организме образуются токсины. Раздражительность и гнев наносят вред здоровью. Чтобы успокоить себя и перестать гневаться, можно помассировать точку ХГУ. Это парная точка. Она находится у основания указательного пальца. Нужно помассировать это место круговыми движениями. Эта точка помогает нейтрализовать последствия гнева. На ноге тоже есть точка, которая поможет, если вы сердитесь. Это точка Тайчун, которая находится на верхней поверхности в ступни, в ложбинке между большим и указательным пальцем. В Китае ее называют точка для выпускания пара. Название Тайчун переводится как Великий поток. Это как будто кран для выхода дурной энергии. Раз в месяц во время менструального цикла из организма удаляется вся негативная энергия и вредоносная тси, включая холод. Это позволяет женщинам жить дольше мужчин. Женщина должна себя беречь. Ни в коем случае нельзя проводить бессонные ночи. Нельзя переутомляться, так как это ведет к преждевременному старению. В современном ритме жизни часто случаются перегрузки по работе, нарастает переутомление. Для поддержания организма компания Тяньши предлагает очень хороший продукт – хитозан в капсулах Тяньши. Из хитинового покрова членистоногих люди научились получать важнейший элемент – хитозан. Хитозан помогает поддерживать иммунитет, сохранять молодость и красоту. Хитозан используется в традиционной китайской медицине уже более тысячи лет. Первое письменное упоминание относится к 7 веку нашей эры. Принимать хитозан следует по 3 капсулы 3 раза в день. Хитозан помогает нейтрализовать вредные вещества, уменьшить влияние токсинов, которые образовались в результате перегрузки, поступили в организм извне или были выработаны им самим. Выводя токсины, мы защитим печень. Меридиан печени наверху проходит через нить глаза, то есть через сосудисто-нервный пучок. Состояние печени отражается на глазах. В свою очередь, для нормального зрения необходимо, чтобы функции печени были в норме. Каждый хочет иметь ясные и красивые глаза. Это зеркало человеческой души. Здоровье глаз в здоровье печени. Хитозан поможет нам пережить периоды высоких перегрузок на работе, эмоциональное и физическое перенапряжение. Хитозан – один из главных продуктов для сохранения здоровья. В этом его особая прелесть.